здравствуйте дорогие друзья сегодня 10 марта 2024 года традиционная рубрика прямой диалог с удовольствием как всегда в режиме полной прозрачности объективности постараюсь ответить на ваши вопросы и давайте начнем с обзора рынков как видим индексы растут с np nasdaq увеличивается вероятность их коррекции и как неоднократно уже говорил что коррекция более вероятно в технологических секторах но пока происходит позитивные изменения в эти периоды я бы оставил значит активы без изменений нет и факторов на продажу этих активов нет и факторов на приобретение потому что они настоящее время дорогие больше как и прежде склоняюсь к удержанию реальных секторов и реальные сектора получают настоящее время некоторый прирост если посмотрим то же самое apple вот он скорректировался деньги вышли и они в значительной степени начали распределяться по реальным секторам они оживают то есть стратегия прежняя не готов рисковать всем своим капиталом чтобы получить возможность заработать там чуть больше все-таки придерживаясь стратегии как минимум сохранения капитала и в нормальном ключе это его приумножение то есть риски я стараюсь в этом отношении минимизировать а далее давайте посмотрим по остальным параметрам что у нас по московской бирже кстати говоря московская биржа вышла через сопротивление это знак к ее росту то есть уровень сопротивления был 3 284 преодолела индекс московской бирже это значение соответственно технические данные фактор указывает нам на то что трейдеры получат сигнал на покупку на продолжение роста московской бирже вполне вероятно это может состояться ну и как мы знаем на носу выборы соответственно вполне вероятно этот развитие каких-то позитивных событий дальше по ситуации то есть выборы не станут каким-то ключевым событием на мой взгляд но позитив в районе временном вот это вот события довольно таки важный фактор далее по золоту ну собственно замечателен тот план который озвучивается заранее и исполняется не раз говорил о том что ожидая выход золота через 2070 вверх и насколько помню обозначал значение 2 150 2 300 то есть это вполне вероятные диапазоны может быть до 300 2 200 вот такой диапазон с плавным с плавным дальше ростом по мере снижения ставок то есть какой-то ракеты прямо таки в золоте я не ожидаю замечательно выросла но золото она низко волатильная и вот такие большие росты это всего-навсего 5 процентов так что есть вероятность продолжения и она высока по золоту но там больших значений никаких не будет как и прежде отмечал и ранее вот в этих вот диапазонах когда золото стоило дешевле что но более интересны пожалуй золото добытчики то есть отставание по ценам золото добытчиков она существенна и там перспектив роста котировок больше поэтому я бы обратил внимание больше на золото добытчиков нежели на золото по газу газ очень сильно штормит то вверх летает то вниз тут значение вроде как сильно не меняется но даже какое-то мелкое колебание это 30 процентов как вы видите да то есть от минимума сейчас на 15 процентов тут рост на 30 процентов но и в целом тут какие-то диапазоны в районе ста процентов очень сильно штормит рынок успокоилась ситуация с палестино-израильским конфликтом в новостной повестке практически ее нет и в целом приходит весна постепенно хоть и потребуется наполнять газовые хранилища после зимы и тем не менее этот процесс он будет не быстрым то есть срочно наполнять ничего не требуется и будет данные события развиваться постепенно ну и собственно как в каждом прямом диалоге говорю с газом играть бы не стал а вот с газа добытчиками и там с транспортерами с переработчиками и так далее вполне есть интересные моменты продолжая удерживать одну из компаний так по рублю тоже здесь на себя как говорится пух не накидываю как золотом по рублю безусловно скорректировали курс рубля продали больше экспортной выручки чем в предыдущий период стабилизировали его ввели вниз потому что ну под выборы лишних движений лишних сомнений и так далее никому не надо естественно они будут держать в этом диапазоне для этого есть механические рычаги воздействия на рынок конечно это ставка не ставка работает там высокая и люди перестали избыточно тратить денежные средства на самолеты пароходы там черную икру как порой мы слышим там заявление что потребительская активность очень сильно выросла люди все скупают поэтому инфляция там и курица поэтому с прилавков исчезла потому что там люди стали ее потреблять а в три-четыре раза больше вот я считаю что конечно процесс не совсем в этом заключен то есть ставка здесь работает минимально больше механическое воздействие идет по продаже экспортерами выручки как вы знаете приставлен к экспортерам условно говоря специально обученный человек который контролирует этот процесс и есть определенные силы воздействия на уменьшение или увеличение от этих объемов продаж зависимости от необходимости так это то что касается основных направлений индексов и всего прочего ну и классически давайте посмотрим на объем изъятия ликвидности он замечательный в целом сейчас на таком бурном росте рынка можно изымать по максимуму что фрс и делает в итоге если мы говорим о периоде 7 февраля до 6 марта это месяц было изъято и от прикидывал около 90 так около 90 двух миллиардов примерно долларов напомню что максимальный разрешенный объем изъятия ликвидности в месяц 95 миллиардов то есть плюс минус тут по датам плюс минус там один два дня плюс по бумагам скорее всего где-то в районе максимума и было изъято это означает снижение объемов то есть сжигание скажем так денег нынешний процесс это предполагает и ожидая положительное влияние на инфляционную составляющую то есть замечательно деньги постепенно сжигают конечно остается еще довольно приличный объем средств эти за пять лет посмотрим очень сильно надули деньгами поэтому инфляция так вот в серьезном объеме появилась еще изымать и изымать но тем не менее это такой позитивный замечательный фактор вместе со ставкой так и давайте перейдем на к ответам на вопросы первый вопрос так отмена первый вопрос от такси 91 11 добрый день вы верите в альтернативщиков инфе и solar edge of the sea и кстати отчет на этой неделе ведь мы по 50 и solar edge и инфа сочетались а что скажете о поставщике кремния для солнечных панелей деки у был сильно перепродан сейчас рост каждый день на 5 процентов спасибо давайте посмотрим декю так что с деки у нас происходит по целом по материалам ожидаю восстановление спроса поскольку будет восстановление потребления но собственно видите он тоже с альтернативщиками я думаю схожая картина у него и действительно он как части к системы альтернативщиков их распродали его распродали потому что объемы снизились ну и поскольку его откупают значит и определенный процесс идет и в собственно собственно в альтернативной энергетике если он является поставщиком то вполне вероятно что так и будет так по дешевый очень дешевый вид у него так компания маленькая компания маленькая без долгов совершенно а это китайская китайская компания тут тоже очень важный фактор для оценки это китай то есть китай дешевле чем сша потому что в китае больше рисков и вот эти пять по е которые мы видим и может показаться для американского рынка это практически даром для китая это не даром этот момент мы учитываем очень дешевый он тем не менее даже для китая соотношение рыночной стоимости акций балансовой стоимости около 40 процентов то есть купить мы его можем крайне дешево и есть прямо-таки высокий план продаж у него и по выручке и по прибыли на 2025 год по итогам 25 года но компания выглядит очень дешево то есть что я могу сказать она выглядит прям конкретно дешево объем активов собственного капитала вырос огромный байбэк они организовали в двадцать третьем году да то есть свободный денежный поток пустили на этот момент конечно очень дешево давайте посмотрим так она на нью-йоркской бирже торгуется до до конью и нажида это это самая компания очень сильно откупать его начали да довольно таки дешевая что я могу сказать ну и понятно почему они ее ну да она вот видите как с альтернативщиками в принципе в одной упряжке в одной лодке плохо альтернативщики отчитывались плохо она отчитывалась нужно конечно смотреть кому она поставляет свои компоненты но выглядит да действительно дешево можно эту компанию рассмотреть более подробно и этот положительный знак как для самой компании так и для альтернативщиков то есть скупать начали ее значит предполагают увеличение спроса на кремний и соответственно спрос будет со стороны кого вызван спрос со стороны альтернативщиков а это значит что значит у альтернативщиков вероятнее всего частные потребители будут приобретать там больших объемах эти панели складские запасы уменьшатся но вот еще тут нюанс есть конечно газ дешевый остается дешевый газ вот если газ подорожал было бы поинтереснее и на фоне подорожания газа и смягчение монетарной политики со стороны фрс это были бы такие более уверенные шаги и возможности приобретения данной компании я себе ее тоже помечу если будет интересно давайте ее подробнее разберем потому что выглядит очень дешевый лишь бы ее прогнозы сбылись потому что да прогнозы высокие до 9 до 10 долларов на одну акцию прибыли по итогам 25 года но как мы видим что альтернативщиков что данной компании бывает на 40 процентов не дотянут бывает на 25 ну и так далее а бывает и на 105 то есть ожидают большую прибыль а получают убыток риски остаются значительными но компания очень дешевая это большой плюс то есть там стоим основы инвестирования тут все довольно таки неплохо ну и замечательно что они 16 процентов байбека организовали может быть кстати это сейчас байбека идет нужно отчет разбирать подробно когда уже дело доходит до интереса конечно стоит открыть отчет компании почитать может быть это выкуп не рынком идет может быть у них разрешенный объем имеет место быть и они на минимальных значениях включают педаль этого байбека и начинают выкупать то есть тут тоже важно понимать ну и в первом и во втором случае процесс положительный хотел бы добавить что если сейчас выкупают рынок инвесторы значит разворот более вероятен в ближайшей перспективе если идет данный выкуп при помощи байбека то это нам не говорит о краткосрочных тенденциях это говорит нам о том что компания уверена в своей деятельности как минимум в средней сроке то есть периоды несколько растягиваются что да компания интересная можем ее рассмотреть так следующий вопрос от Макса 35 282 что на мой взгляд лучше выбрать акции Realty Income или British Tobacco или бонды с доходностью около 10% например Pemex Corp стратегия долгосрочная но предполагает фиксацию и перевложение в более недооцененные бумаги по мере роста переоценки хороший вопрос наверное бонды я бы не выбрал вы указываете 10% тут мы даже наверное открывать их не будем корп ну это корпоративные видимо облигации либо это Pemex я не знаю это либо организация либо это фонд определенных корпоративных облигаций но если это даже фонд то фонд снижает риски если это единичная компания то риски с 10% доходностью резко выше чем у фонда можете смыслительно посмотреть что входит вот конкретно в этот Pemex мы сейчас разбирать это не будем но если мы говорим о бумагах это вероятнее всего если вы бонды пишете с доходностью 10% американские бумаги скорее всего и те бумаги корпоративные которые дают около 10% доходности это очень высокорисковый инструмент тут даже погружаться и не следует в эту тему потому что когда такую дают доходность она должна покрывать риски то есть тут только доходность связана с рисками и риски огромные если 10% доходность так что фонд бонды я пожалуй бы отмел в этом отношении либо они будут дешеветь и вполне вероятно что какая-то распродажа по ним дикая состоялась потому что может быть компании слабые входит тут надо прямо отдельно ролик на этот счет делать смотреть состав вот что входит в тот тикер который указали но наверняка там сложновато скажем так 10% это очень высокая доходность для американского рынка касательно Realty Income или British Tobacco хороший вопрос тут видите две компании они совершенно различные то есть больше исходим из того какая стратегия вам более близка Realty Income у него плюсы это то что он находится в США бизнес его стабилен и имеет возможность дальнейшего развития более широкими шагами чем тот же самый British Tobacco например плюсом у него что еще является это ежемесячные выплаты дивидендов это тоже замечательно каждый месяц ощущать денежный поток от компании вот и что касается British Tobacco диф доходность у него в текущий момент выше но он британский это мы делаем сразу скидку на то что он британский потому что экономика Европы она слабее чем экономика Соединенных Штатов рисков больше и сама деятельность British Tobacco ни для кого не секрет что планомерно потребление табака снижается в мире и в последнем отчете British Tobacco опять же сказано что перспективный план ориентир там 24 года это 2-3 процента снижения продаж в табаке то есть British Tobacco да он внедряет новые продукты подогрева которые собственно развиваются он вышел там в безубыток по данному сегменту но табакокурение пусть оно там в различных вариациях происходит не то что там табак который прям вырастили вот куришь его через сигарету там или через трубку но подогревы и все прочее все равно это ну негативное воздействие на организм все это понимают просто вопрос степени этого воздействия или изученности этого воздействия так что к чему я это говорю что British Tobacco он дает больше дивидендов но он более рисковый в том отношении регулирования то есть везде затягивают гайки постепенно вот они в одном месте гайки затянули и British Tobacco где-то начал расти в другую сторону там начинают затягивать он ищет еще какой-то канал Риалтинком этой проблемы нет то есть регуляторных воздействий минимум компания диверсифицирована и тут для себя можете плюс вот Риалтинком это более высокая надежность в плане дальнейшего бизнеса и возможности его развития это ежемесячные выплаты но чуть меньше дивидендная доходность или вы готовы к чуть большим рискам и готовы приобрести British Tobacco сказать что какая-то из них лучше я бы не сказал тут такая тонкая настройка уже идет мне и та и та компания в принципе нравятся но тут от мира ощущения больше зависит что бы я выбрал даже вот не знаю что бы я выбрал у меня сейчас и Риалтинком есть портфель и British Tobacco обе компании куплены в средний срок там будет по ситуации видно скажем так может быть и обе эти компании иметь просто-напросто чтобы получить что-то среднее с более высокой дивдоходностью и чуть сниженным риском нежели у единственного British Tobacco например можно и так сделать так следующий вопрос от такси добрый день FMC показывает сильный рост то есть иногда даже против рынка все ждут коррекцию на 64-65 большой медвежий блок будет ли опять спад к 50 что думаете про БГ и НТР давайте FMC откроем ну собственно это то о чем я говорил в начале ролика касательно уже частности FMC что некоторые коррекции имеют место быть в технологическом секторе в эти моменты деньги перетекают в реальные сектора в которых есть абсолютная у меня уверенность что они вырастут что с ними не будет никакой беды там какой-то большой коррекции не состоится на 80 процентов на 10 лет вот поэтому продолжаю удерживать что с ним сейчас давайте посмотрим увидел что подрастает картева там подрастает вот они два актива то есть картева отчиталась получше и постепенное восстановление то есть у нее откуп ну я думаю что она успеет на 68 ну или где-то будет приближена к этому значению в рамках справедливой стоимости FMC дал более скромный прогноз поэтому я вот этот момент перенес ниже если действительно он сбудется но все-таки я ставил прошлую оценку она действует до конца 24 года вполне вероятно что она сбудется что-то мне не верится в то субъективно в те планы которые дает FMC там какие-то очень плохая погода там будет в Латинской Америке продажи все снижаются и снижаются я думаю что в один момент окажется что погода все-таки позволяет выращивать необходимое количество урожая потреблять продукцию FMC не думаю что там два года и все погода будет плохая я думаю что они перестраховываются от судебных исков просто-напросто потому что если сейчас они скажут что вполне вероятно все будет хорошо цена улетит наверх а окажется что погода опять подведет например и в этом случае начнутся судебные иски юридические компании там возьмутся за дело и вы увидите огромное количество заголовков инвесторы присоединяйтесь компания там Джона Смита подает иски к FMC по непредоставлению полного объема информации который вероятно она обладала ну вот это вся знаете шелуха вот это которая ни к чему не приводит но приводит только к снижению там котировок в краткосрочном периоде времени поэтому я думаю они просто-напросто перестраховываются ну и говоря по-русски лучше порой перебздить чем недобздить вот если таким вот языком говорить я думаю что все будет гораздо лучше поэтому никакую оценку я не удалял прошлую вот но если вдруг действительно все будет плохо в Бразилии опять в Латинской Америке там урожаи будут низкими высаживать культуру они не будут пользоваться будут складскими запасами то вот оценка 70 но все-таки больше ориентируясь на верхнюю оценку так что значит бычий я вот вы знаете по трейдингу не очень любитель 64.65 большой медвежий блок давайте посмотрим что такое 64.65 64 а вы имеете ввиду наверное уровень сопротивления если вы об этом говорите то тут я вижу сопротивление некоторое но оно не сильное то есть стабилизация идет пока еще уровни стабилизации не пройдено то есть когда он только формируется но здесь я бы не сказал что уровень сопротивления как таково еще сформировался потому что это всего единственное касание по одному касанию можно сказать что и бычий блок вот здесь был на 61 можно сказать что бычий блок был на 56 там и на 58 обычно я бы предпочел видеть ряд распродаж от какого-то уровня и тогда можно этот уровень выстраивать то есть по одному касанию вот он где-то 64.65 вы правы тут видите других то нет начали откупать потом распродали то есть я бы не назвал это сейчас уровнем я бы подождал если вот стабилизация будет происходить в этих рамках 64.65 опять ее распродадут она снизится там опять и тогда 2-3 касания мы уже можем говорить об уровне сопротивления то есть видимо мы говорим об одном и том же как добычий блок и уровень сопротивления будет ясно то есть пока бы я об этом не говорил а пройдет ли она выше этого уровня или спустится к 50 будет напрямую зависеть от ситуации с продажами то есть тут очень важный такой момент будет погода в Латинской Америке продажи увеличатся и бычий блок значит окажется не бычим а полетит вверх компания а если погода будет не соответствовать продажи будут низкими тогда да к 50 может вернуться но здесь видите вопрос у вас такой какая будет погода вы мне спрашиваете в Латинской Америке ну другими словами то есть тут можно пока по графику гадать ну мы я думаю люди разумные мы понимаем что угадывать погоду по графику ФМС не стоит и в принципе предсказывать погоду там на полгода вперед какая она будет там в другом государстве не стоит поэтому сказать какая будет погода я не могу будем наблюдать но естественно она не будет плохой два года три года и так далее будет восстановление и как потребление так и восстановление складских запасов тогда бычий блок мы преодолеем и устремимся вверх продолжая удерживать ФМС приятно что она развивается в котировках надеюсь что это продолжится ну по картеве все более благоприятно и всегда вы знаете в любой индустрии есть флагман восстановления есть те компании которые за флагманом следуют то есть у одной компании чуть лучше дела она начинает восстанавливаться другие за ней подтягиваются редко очень бывает такое что вот в индустрии скажем в одной компании все хорошо остальные все плохо все таки как правило вот эти вот погодные факторы факторы дистрибьюции складских запасов они свойственные плюс-минус всем компаниям потому что там каких-то инноваций по складским запасам или по погоде у одной компании нет погода она для всех одинаковая складские запасы примерно для всех одинаковы поэтому если один актив начинает восстанавливаться то ожидаем восстановление остальных активов это такой базис так про БГ давайте БГ посмотрим что-то знакомое но давно не рассматривали бунш глобал так упакованные продукции но знаете она мне не очень я знаю что не очень уже потому что я рассматриваю это видимо конкурент Хормель Фудс там Джеймс Мукер Кэмпбл Суп и все прочее низкая маржинальность и стакционные параметры то есть эти компании они много-много лет практически не развиваются я думаю здесь тоже самое будет ну примерно да вот то что я хотел сказать в начале еще вкладки обратите внимание что там сколько 12-13 лет назад выручка была 56 миллиардов сейчас она 67 ну тут мы просто-напросто берем инфляционную составляющую примерно ее сюда закладываем и если 11 год сравнить там с 21 годом к примеру то тут полная стагнация идет 56-59 тут даже на величину инфляции она не вытягивает компании очень консервативные они безусловно являются защитными это продукты питания но слишком низок у них потенциал роста скажем так да и вот собственно вот этот график который мы посмотрели по выручке и по прибыли вот он отражен здесь можно по активам посмотреть активы генератор прибыли активов в одиннадцатом году было на 11 миллиардов в двадцать втором году их 9 миллиардов то есть объем активов снизился объем собственного капитала снизился но собственный капитал у нас в первую очередь отражает объем долговой нагрузки и активы мы можем посмотреть напрямую то есть не из чего получается ей иметь больше выручки больше прибыли и она будет болтаться просто в боковике много лет вполне вероятно что так и будет ну и вот по планам дальнейших продаж пока здесь на горизонте не виднеется каких-либо высоких результатов поэтому я считаю что компания сейчас мало интересно если говорить о справедливой стоимости то нужно посчитать я думаю что она тоже не невысокая хорошо двадцать третий год планирует закрыть но маржинальность в двадцать четвертом году будет низкой это примерно в районе десяти у него форвардный ПЕ будет давайте так вот кратенько посмотрим в общем я бы заключение предварительно я бы эту компанию сейчас не покупал бы интереса значительного нет но восстановиться ну пожалуй да может восстановиться но все таки все таки нет я бы покупать не стал а мне и в избранных нет этой компании вот есть Hormel Foods кстати Hormel Foods тут восстановился примерно к справедливой стоимости но большого потенциала здесь нет я думаю что по ПГ она в коротком горизонте времени недооценена то есть она подрастет вероятнее всего но большой перспективы не будет она где-то в боковике в плюс-минус будет вверх-вниз болтаться Джеймс Мукер по-моему тоже к этим относится вот его откупили для справедливой цены сейчас спустится потом снова вырастет ну и где-то по результатам двадцать четвертого года в сто тридцать пять закроется так что компания на мой взгляд не очень интересная НТР по-моему мы смотрели не так давно но давайте его нутриен канадский да пару прямых диалогов назад мы его разбирали не припомню но интереса по-моему у меня не появилось к нутриену иначе бы я его пометил ну тоже да боковичок нет небольшие перспективы компания живая все нормально с долговой нагрузкой тоже каких-то больших проблем нет но боковик боковик скорее всего недооценена в настоящее время но каких-то больших перспектив я бы по ней не видел субъективно безусловно так от Олегл вопрос Добрый день Денис ПАНВ снизилась после отчета стоит ли подбирать давайте ПАНВ посмотрим по-моему мы с вами тоже смотрели ПАНВ может быть я даже какое-то мнение насчет него давал нет ничего не нарисовано у меня так что огромное количество оценок напомню что можете перейти в телеграм-канал в телеграме значит вводите в общем канале хэштег решеточку и тикер и очень много компаний у меня там приведены оценки справедливой стоимости по ним я ничего не удаляю абсолютно все элементы которые оцениваю все компании не все там есть с датами прибавляете к дате один-полтора года и получаете срок реализации вот того плана который был так что это абсолютно бесплатно и там большой объем компаний оценен так чем занимается разработчик программного обеспечения довольно крупный американский ранее мы смотрели но здесь я бы наверное дальнейшую коррекцию ожидал что тут все не гладко у компании все не гладко похоже у нее появились то ли конкуренты то ли чего-то и почему-то она решила скидывать маржинальность видимо конкурирует большие объемы дополнительной эмиссии здесь как мы видим но она в убытках была компания поэтому ей необходимость была для поддержания жизни функционирования зарплаты платить надо аренду там все прочее в текущий момент прибыль на акцию 6 копейками долларов так она и в двадцать четвертом году планирует отработать и резко планирует снизить тут единовременные затраты у нее идут то есть она во что-то вкладывается скорее всего какая-то инвестиционная инвестиционная программа у нее есть может быть в разработку так ну давайте примерно прикинем вот рынок я могу сказать он не очень любит скорректированную прибыль то есть по инвесторам по инвестдомам вот можно эти единовременные затраты не учитывать то есть они в бизнес идут они ведь не просто там куда-то деньги вывели обналичили их там и кутят на них они их пустили в дело соответственно прибыли они заработали довольно таки много но часть этой прибыли отправляют на затраты и все-таки по моим наблюдениям рынок больше смотрит на чистую прибыль если даже понимает то что деньги не пропали они будут инвестированы и дадут чуть позже инвестиционной отдачу все-таки больше смотрят по чистой прибыли ну это тоже можно понять потому что инвестиционная отдача может состояться а может не состояться но в таких активов как Пало Альто крупная компания я думаю все будет в порядке люди не глупые хорошо растет собственный капитал у них да вот оно о чем я хотел вам рассказать собственно о чем я уже рассказал пока листал вот обратите внимание инвестиционные инвестиционные траты она кучу денег вкладывает в инвестиции 5 миллиардов 2 миллиарда 2 миллиарда миллиард огромные вложения и денежных средств я так понимаю нужно в отчете смотреть они что-то еще задумали они задумали что-то в двадцать четвертом году какие-то большие траты прям существенные тоже деньги я думаю даже больше может быть 5 миллиардов они вложат нужно посмотреть прям в отчете какой-то программный продукт они разрабатывают ну что-то они купить хотят в общем во что-то инвестировать и это снизит их чистую прибыль в этот период ну как я уже говорил что инвесторы больше смотрят по чистой прибыли в настоящее время и что я могу сказать я бы компанию не покупал вот аналогичная была ситуация как же компания это называлась global payments по-моему давайте кстати посмотрим что с ней произошло с global payments global payments вот у них были единовременные затраты и ее все время укатывали хотя все понимали что да вот собственно у них и остались эти затраты в таком значительном еще объеме вот она чистая прибыль 8 долларов а грязными без учета этих единовременных статьи у них почти 12 то есть видите какой разбег большой и все-таки рынок оценивает ее по чистой прибыли вот восстанавливаться начала мы с эти 100 лет уже не разбирали global payments вспомнилось начали ее откупать или не начали а ну кстати смотрите-ка а я ее переоценивал даже вот в январе четко отработала все-таки как ни крути какие у нее там проблемы не возникали отработала вот эту цену 131 по оценке бизнеса и видимо запрос был потому что сам ее не переоценивал кто-то видимо спрашивал из клуба или с участников общего канала 153 текущая оценка тут идеи я каких-то не формирую но сейчас вижу что 18 процентов 19 процентов может недооценка у нее вот так таким вот образом отработала собственно к чему я это говорю к тому что рынок смотрит больше на чистую прибыль те единовременные статьи которые имеют место быть они как правило не учитываются вот когда вот эти единовременные статьи переродятся в инвестиции инвестиции переродятся в чистую прибыль дополнительную тогда как говорится и инвестор смотрит на вот эти показатели но может быть дальновидный инвестор он понимает что перерождение будет активы вырастут объем активов вырастет ну вот собственно тут тоже мы видим что рост активов состоялся это не очень-то намного но 700 миллионов долларов состоялся так что вот такая ситуация касательно Пало Альто я бы пока не рассматривал данную компанию потому что могут ее сильно укатать если она будет много тратить так интересует ваше мнение по фонду спаи дивиденды около 12 процентов ежемесячно фонд этот знаком мы о нем говорили насколько помню это фонд который ростовой и от роста компания выплачивает дивидендную доходность то есть это не фонд дивидендных компаний там nt&t Verizon 3m и все прочее Microsoft Apple ну различные там хайповые активы которые летят вверх вот эти прибыли фонд имеет от роста котировок и вот этот рост котировок в виде дивидендов распределяет в принципе имеет место быть в такой значительном моменте интересной компании это для тех кто хочет дивидендную стратегию но не хочет стагнирующих активов на нем вероятнее всего можно больше получить но здесь тоже палка с двумя концами потому что 12 процентов он платит еще ежемесячно пока летит вверх технологический сектор вот как он себя будет чувствовать когда коррекция будет она в любом случае будет я знаю что многие там участники они не так давно на рынке и кажется что индекс растет он всегда будет расти там на 20 на 30 на 50 процентов купят они инвидио она всегда будет 50 50 50 каждый год давать нет так не будет будет коррекция всегда после роста наступает коррекция вот как в этом ситуации будет поступать с пайай остается вопросом то есть нужно смотреть каким образом он эти дивиденды не распределяет если он идёт коррекцию и годовая доходность по нему будет отрицательная потому что у него технологический сектор в топе участников минусовая доходность будет как он будет распределять наверное ничего не будет платить потому что если он сам себя будет раздавать то это будет проблемой так что в принципе интересно но тоже по нему стоит ориентироваться на котировки не просто взять и купить вот дивидендный фонд можно просто взять и купить Потому что дивидендные активы, они, как правило, не ракеты, они спокойно где-то бурыхтаются, платят там свои 6-7% дивидендной доходности. Можно, условно говоря, в любой момент ее купить, это относительно безопасно. А вот ростовой фонд, его на исторических максимумах индекса покупать, ну, уже становится как-то так. Так, на ваше усмотрение, конечно, но я бы все-таки точку входа подобрал после какой-либо хотя бы локальной коррекции. Так, от юзера следующий вопрос. Добрый день, Денис, спасибо за ваши мысли, которыми вы с нами делитесь. Всегда, пожалуйста, интересуют компании потенциал их роста. Давайте, наверное, кратенько. Компании много вы указали. Горизонт 2 года. Бритиш Табака. Так, Бритиш Табака. Ну, потенциал роста у него высокий, но здесь, даже не знаю, как я смотрю, большое количество активов, у них у каждой свой нюанс. Очень много нюансов, что по FMC, что по Nextery, что по производителям Лития, там, Телекомом и так далее. Как это вам кратенько сказать? У каждой свои нюансы. Ну, потенциал роста в среднем у этих компаний, если мы говорим прям серединки на половинку взять, вот медиану по этим компаниям, процентов 25-30 в горизонте года, наверное, если мы берем 2 года, ну, это процентов, наверное, там, 40-50 в среднем по вот этим компаниям за пару лет. Ну, если вот так вот прям, у каждой свое, опять же, тот же самый Бритиш Табака, он сейчас дешевый, платит высокие дивиденды, большого потенциала восстановления у него сейчас нет, продажи табака ожидают снижения 2-3%, была переоценка активов, на которые он снизился, но это переоценка активов бумажная и фактически не повлияла на финансовые результаты Бритиш Табака, не повлияет в будущей перспективе времени, условно говоря, сократилась балансовая стоимость. Вот по нему своя ситуация. Риалтинком, к примеру, у него проблем никаких не возникает, диверсифицированный бизнес, но находится под давлением ввиду высоких ставок. У него, давайте риалтинком, кратенько открою, у него свои дела, свои нюансы, вот оценка у него, 68. У меня есть высокая степень уверенности, что где-то в этом районе он будет по достижению данной оценки. Почему он еще не достиг? Потому что ставки продолжают быть высокими. И ФРС после выдачи мной этой оценки, он сказал, что ставки будут более затяжными по времени, нежели планировалось. Тогда, помните, еще рынок упал. Но я свой взгляд не меняю. Если бы я каждый раз двигал эти оценки, это было бы некорректно. Все, я сказал 23.03.23. Что будет? Вот цена такая в горизонте до полутора лет. Значит, условно говоря, я психологически готов и несу ответственность за вот этот момент. То есть в своем портфеле компанию держу. Естественно, тут гарантий никаких нет. И имею в виду чисто психологическую ответственность. У него своя система. То есть начнут снижаться ставки, риалтин кому проще станет развиваться и котировки пойдут вверх, потому что рейты закредитованы. Если мы говорим о золоте, NEM это золотодобычки. Это тоже влияние ставки, текущие цены на золото. То есть по каждой компании очень долго рассказывать. Я думаю, что собирательный образ, наверное, можно получить из прямых диалогов. Ну, средний потенциал восстановления за два года это около 50%. Потому что все компании, которые вы здесь привели, они в значительной недооценке находятся сейчас. Так что вот примерно на это можно ориентироваться. Так вот, юзера, следующий вопрос. Здравствуйте, как вы думаете, есть ли еще потенциал роста у таких компаний банковского сектора? Банков Америка, Сити, Шваб. Стоит ли продолжать их удержание? Я считаю, что потенциал роста есть. У Банков Америка он высокий. У Сити он уже небольшой, на мой взгляд. Она достигла справедливой оценки. Почти достигла. Подрастет еще до 60%. Тут осталось совсем немного. 4-5%. Побольше, наверное, 7%. И, условно говоря, эта идея будет закрыта. Я ее переоценю. Что касается Банков Америка, у меня взгляд на него более высокий. Он тоже растет замечательно, но ему еще, на мой взгляд, осталось расти больше. То есть тут порядка 30% он может показать по росту. Но, опять же, оценка была дана до банковского кризиса. То есть у Банков Америка, я думаю, побольше может восстановиться. Что касается Шваба, Шваба я бы к этой системе не относил, потому что раздел банковской деятельности у него не такой большой. И он не относится к банкам международного значения. То есть это Сити, Банков Америка, JP Morgan, Wells Fargo. Это крупнейшая четверка банков США. Они ведут международную деятельность. И это иная индустрия. Шваба я бы отнес больше к управлению активами. Скорее всего, если вы откроете какие-нибудь скринеры, он к управлению активами относится. Это ближе к Блокроку что-то. Да, у него есть и структура банковская, так же, как у Блокрока, но это иная система. По Швабу ожидаю высокого восстановления еще, и он только начинает останавливаться. Сейчас по нему тоже нюанс есть. Ввиду вот этих событий, которые произошли, я имею в виду банковский кризис, вот он. То есть, Шваб уже 81 стоил, ему уже немножко оставалось до реализации цели, но произошел банковский кризис, он хлопнулся вниз. Но, как я уже говорил выше, я никаких оценок не меняю, здесь не двигаю их постоянно, чтобы иметь прозрачность и объективность в этом вопросе. Значит, период может несколько сдвинуться, что по Банков Америка, что по Швабу, потому что вот этот кризис произошел, и он еще не восстановился пока до этих значений. И сейчас, учитывая произошедшее, учитывая то, что произошел отток и депозитов, в том числе и со Шваба, хоть он и не прямой банк, но он имеет эту структуру, он тоже пострадал от этой системы. Значит, он сейчас не является дешевым, но вот та ситуация, которая произошла, она, вероятнее всего, быстро снивелируется, когда пройдут снижения ставок или когда они начнутся. То есть, когда уже начнется цикл снижения ставок, когда инвесторы будут понимать, что все, процесс запущен, и, скажем, через год все это дело закончится, тогда уже в рынок начнут закладывать вот эти вот ожидания. Соответственно, Шваб хорошо подражает, поэтому Шваба, я считаю, в текущий момент он не дешевый, но в горизонте одного-полутора лет он дешевый. И поэтому я продолжаю пока его удерживать в портфеле, он там в какой-то плюс показывает, но я его не фиксирую. Ну и обратите внимание на огромный объем входов инсайдеров. Ребята вошли, когда следует, покупали вроде 50 с копейками, и сейчас цена уже прилично выросла. Это тоже был один из факторов, который я озвучивал. Так что есть еще возможности. JP Morgan, единственное, я считаю, сильно переоцененным. Не думаю, что те клиенты, которые перешли из более мелких банков, региональных банков, Шваба того же самого JP Morgan, они там останутся. Я думаю, что при стабилизации ситуации мелкие банки вновь смогут предлагать свои дополнительные какие-то моменты более выгодные. И с JP Morgan пойдет отток этих клиентов опять в те банки, из которых они уходили ранее. И коррекция произойдет в JP Morgan, которая станет плюсом для более мелких банков. Так, давайте дальше. От юзера следующий вопрос. Добрый день, Денис. Рассмотрите, пожалуйста, две компании с большим потенциалом роста, по моему мнению, в течение трех лет. Это Tempai Composites, производитель витринных лопастей, кузовов автомобилей из композитных материалов. Да, компания известная. И китайскую компанию Baozun предоставляет решение для электронной коммерции. Спасибо. Так, ТПИК давненько не рассматривали. Относится к альтернативной энергетике. Наверняка сейчас укатанный, но будет восстанавливаться. Да, укатанный и планирует останавливаться. Помните, кремний мы смотрели производителя. Вот то же самое, все красное. И любую сейчас откроем, альтернативку. Будет все красное. ТПИКомпозит мне не очень всегда был, но давайте посмотрим, какая ситуация у него сейчас. То есть я его среди... Это венчур, безусловно. 161 миллион капитализации. Это что-то типа FTCI. И там люди паниковали насчет FTCI. Почему у них так все плохо. Да, у всех у них, у венчуров из альтернативки, они видите, как все похлопались вниз. Там на 70, на 80, на 90 процентов. Это не значит, что они все банкроты потенциальные. Но рисковые активы очень сильно распродают. Так, по ТПИ. В убытках до сих пор компания. ПНС великолепный. За пару месяцев покрывает свою капитализацию выручкой. То есть их очень сильно распродали, конечно. Безусловно. Ну и планирует хорошую маржу получать начать в 2026 году. При этой марже компания сможет уйти в плюс. И учитывая текущую стоимость, показывать более-менее результаты. Где-то по E у нее 15 будет. Но с учетом потенциала развития это неплохо. Вы знаете, я бы не покупал. Вот, наверное, все-таки лучше перестраховаться и текущий период времени выбрать для приобретения более сильных бумаг. Да, тут, безусловно, купив ТПИ, и если сложится хорошо, то можно получить 200-300% рост. Но, вы знаете, чаще в венчурах все-таки получается минус. Потом этот минус либо человек фиксирует, либо пересиживает. Такое себе явление. То есть если готовы прям к рискам, да, тут потенциал может быть высоким. Если не готовы, в случае чего, 1-2-3 года сидеть в минусе, то, наверное, лучше что-то более крупное выбрать. Я сейчас бы ТПИ не покупал, хотя он начинает восстанавливаться. То есть тут на ваше усмотрение, пока компания остается слабым, венчуром, в убытках и ожидает горизонт восстановления в районе 2026 года. Как, собственно, и многие другие альтернативные энергетики. Давайте, кстати, FTCI посмотрим, что у него сейчас. Ждем отчет, посмотрим, что в отчете будет. Но ничего хорошего я от отчета FTCI не жду, потому что ближайшие планы по нему тоже не очень хорошие. Ну, тоже дешевая компания, безусловно, в минусе в настоящее время. И планирует, ну вот он в 2025 году планирует в плюс выходить. Прихануло его сильно, он должен был уже давно быть в плюсе, но пока таковым не является. Но FTCI дешевле, FTCI дешевле. То есть если сейчас между FTCI выбирать и TPAI, наверное, все-таки FTCI. Потому что и планирует выйти он пораньше из вот этого вот, из этой системы. Ну, тоже так. FTCI тоже бы сейчас не покупал. Потому что он в портфеле есть, уже придется его ожидать, пока он восстановится. Он восстановится, безусловно. Но я бы все-таки предостерег от приобретения венчеров. Это большие риски. Так, Баузун давайте посмотрим. Баузун меня ностальгически отправляет в несколько лет назад, когда Китай стал пользоваться популярностью, Alibaba. Там люди покупали, очень много было вопросов на этот, что тут Баузун тогда мы рассматривали. С тех времен Баузун рассмотрен не был. Это было действительно года, наверное, 4 назад. Что с Баузуном сейчас происходит? Какой он маленький стал, когда сократился. Ну да, он стоил, видите, в те времена, там 19-й год, когда вот это все летело. В 18-й год. Моя китайская компания рассматривала, 50 стоил долларов. Сейчас он стоит 2,4. То есть у него капитализация снизилась в 20 раз, получается. Даже больше, в 25 раз. И он уже совсем маленьким стал. И такой вот венчер, смотрите, как КТП композиции недалеко от FTCI находится, условно говоря. Так, очень дешево стоит, безусловно. За 1 доллар фактической собственности компании Баузун, приходящейся на балансе, мы платим всего 26 центов в настоящее время. Так, сколько он 2 доллара торгуется? Ну, если выбирать сейчас между ТП и композиции в FTCI и Баузуном, Баузун выглядит поинтересней. Ну, тут, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Баузун тоже такое себе приобретение. Активы снижаются. Ну, байбэка небольшой сделали. Вот это в 22-м году. То есть в 23-м год, видимо, он еще не отчитывался. Ребята, не знаю даже, чего вам сказать. Я бы не покупал. Вот как начнет восстанавливаться. Может быть, что у него сейчас. Ну, или хотя бы по трейдингу посмотреть. Если хочется рискнуть. Вот здесь вот уровень, как вышеучастник писал. Медвежий блок или бычий блок. Значит, здесь он явный. Вот он уровень есть. 2,65. Он сформированный. То есть он действительно есть. Как мы видим, тут он был уровнем поддержки одно время. Сейчас стал уровнем сопротивления. Вот когда через этот уровень сопротивления пойдет цена, это будет сигналом к тому, что тренд меняется. Как минимум в краткосрочной перспективе. Отчет у компании будет 21 марта. Отчета бы я дождался. И он покажет. Либо он перейдет в стадию роста, либо он грохнется опять вниз, если там не будет ничего позитивного в этом отчете. Отчет совсем скоро. Через 11 дней стоит подождать. И вот можно ориентироваться технически хотя бы на этот фактор. Но из трех компаний вот этих вот слабеньких я бы предпочел баллзун в настоящее время после отчета. Так, от Джоли Роджера следующий вопрос. Добрый день, Дири. Какой имеет потенциал на 2024 год? Ваше мнение насчет урежения таргета в долгий срок, как сильную компанию плюс дивиденды? Так, Дири я смотрел буквально пару дней назад. Я ее разбирал, Катерпиллер разбирал. Дири я нигде это в информационное поле не давал информацию. Это моя, скажем, внутренняя работа, которую я постоянно делаю. Много индустрии разбираю. По Дири меня смущает то, что они ожидают снижения продаж в ближайшей перспективе. Это заставляет не покупать Дири и какого-то интереса не вызывает. Значит, вот видите, по E-рейте у текущей в районе 10, форвардные 14. То есть на 40% примерно снижение ожидается по прибыли в будущем периоде времени. То есть сейчас компания отчитывается и получает 34 доллара на акцию. В 2024 году компания ожидает приличного снижения продаж на 20% и снижение маржи тоже примерно на 20%, чуть более чем на 20%. Так что перспективы невысокие и возобновление продаж в ближайших отчетных периодах не ожидается. То есть вероятнее всего вот это пиковое значение, которое состоялось, по 2023 году компания полностью отчитается, где-то будет, в принципе, на этих же уровнях она и будет. Значит, и вероятнее всего пойдет некоторый такой циклический спад, который периодически возникает. Ну, к примеру, 2013 год. А ну, кстати, да, вот 2013 год, смотрите, снижение, потом возобновление продаж. И здесь вот примерно та же самая ситуация будет. Будет странно предполагать, что в Дире цикличность, она ведь производитель сельхозвязь на технике, различных механизмов, агрегатов, но она есть. И компания Дире нам сейчас с вами открыто говорит, ребята, у нас будет снижение продаж в 2024 году. Я не нахожу здесь перспективы для ее роста. Скорее всего будет боковичок, потому что отсутствие роста это уже сигнал к снижению. Потому что зачем инвестор будет держать компанию, которая не растет, которая говорит о том, что, друзья, мы не будем расти в ближайший год-два. Они могут купить что-то другое, что обещает им потенциал роста. И я тут приобретений по Дире бы сейчас не делал, если только что-то не поменяется. Поэтому из некоторых снижения, я думаю, что оно может продолжиться в район 320 долларов. Так что по Дире перспектив высоких сейчас нет. Что касается таргета, ну это по Дире я даже оценок не стал ставить. То есть я ее посмотрел, интереса нет, справедливую стоимость не стал для нее формировать. Видите, она взлетела очень сильно. Это пиковое такое значение для нее. То есть тут максималка. И она должна, по идее, скорректироваться, чтобы нивелировать ту... Не то чтобы риски, а то отсутствие потенциала, которое озвучивается в ближайшее время, не должна она так дорого стоить. Так, что еще таргет? Да, таргет я уже скопировал. Вы спрашиваете, можно его ли удерживать. Но вот таргет отработал. Вот эти моменты я по нему формировал сообщение в общем телеграм-канале, что достиг таргет справедливой оценки стоимости. Касательно достижения тех же самых оценок справедливой стоимости, все-таки даже с учетом погоды в Бразилии, в ФМС и нюансов с альтернативной энергетикой, подавляющее большинство компаний, которые оценки давались и по которым нет таких вот единовременных факторов, где-то погода пропала или дистрибьютор начал распродавать что-то, они достигли тех целей, которые были поставлены. Опять же могу констатировать факт, примерно 80-85% оценок по компаниям, они достигают от оценки бизнеса. Вот как это работает. Я с каждым годом все больше и больше приобретаю уверенности в своих возможностях. И, наверное, кто даже давно на канале видит, что подавляющее, такой прям сильно подавляющий объем компаний, он достигает этих оценок. Но вот там снижение золота или погоды, к сожалению, я предсказать не могу, предостеречь не могу. И ряд компаний приходится сдвигать по горизонтам достижения. Но это минимальные, скажем так, объемы из общих. Так что таргет пришел к справедливой стоимости. Можно ли его удерживать? Конечно, можно. Хорошая компания. Дальнейший потенциал ее развития будет заключен. То есть недооценку она сейчас преодолела. Примерно находится в тех ценах, в которых она должна находиться. Дальнейший потенциал роста у нее примерно 12-13-14%. Плюс дивиденды. Если бы точку входа хорошую поймели где-то внизу здесь, то дивидендная доходность неплохая. И таргет вам может давать в долгосрочной перспективе хорошие возможности. И рост плюс дивиденды выше, чем средний индекс. Так что таргет вполне можно удерживать. Сильная компания. Продажа восстанавливается. Моржа восстанавливается. От Барракуда следующий вопрос. Здравствуйте. Сколько может стоить палантир через пару лет? Еще интересует МБЛА. По какой цене и безопасно покупать? И ваше мнение по e-бизнесу. Вы знаете, что я бы хотел сказать здесь? Вот я смотрю еще ниже. Тут ШОУС, ИПР, там да, вот эти вот вопросы. Палантир, ТПА и композис. Ребята, будьте осторожны. Вот я вижу, что возникают примерно те же самые вопросы по направленности, которые возникали перед кризисом индексов предыдущих. Вот когда хочется покупать все, что-то рисковое, это эффект упущенной выгоды. ФОМО – это психология. Психология вредит людям. Вот тут тоже все стремились купить какие-то ракеты, куда-то залететь. Рисковые бумаги, пусть они растут там на 20-50%. А потом индекс легко вот так вот может нырнуть на там, сколько тут, ну даже в полной мере 30% он может нырнуть. Но это индекс на 30%. А те компании, которые хотелось купить рисковые, маленькие, с большим там потенциалом, сделать на них иксы и так далее, они ныряли не на 30%, они ныряли на 70%, 80%, 90%, 95% вниз. Будьте внимательны. Смотрю, объем вопросов начал превалировать в сторону вот каких-то маленьких компаний, которые могут иксануть. Вот Палантир, давайте его посмотрим. Но это из той же оперы, когда хочется чего-то рисковывать и на нем сильно заработать. Палантир. Так. Да, вот он, видимо, впечатляет то, что он из вот такого 6 долларов сейчас стоит 26 долларов. Может быть он будет стоить там 46, 56, 106. Вот и это пагубно. То есть смотрите очень-очень внимательно. Понимаю, что психология бороться крайне сложно. Хочется что-то купить и увеличить свои капиталы в разы там за короткий срок. Но я вам скажу, что это не удается инвесторам. Как бы это прискорбно не звучало. Да, какую-то компанию вы купите по не получится. Но по трем, по четырем компаниям, и особенно учитывая горизонт времени, там год, два, три года, все равно это все будет спущено. И от капитала останется в лучшем случае пол капитала. Надо будет отыгрываться. И люди уходят вот в эту спираль. Лучше купить что-то с хорошей доходностью, предсказуемое, что принесет вам плюс в портфель. Все-таки вот эти игры с этими компаниями, они очень пагубны. Так, по палантиру. По палантиру, но ожидаются неплохие росты финансовых результатов. Опять же, нет, он дорогой. Никуда тут от этого не деться. Вот поясню давайте почему. По палантиру я всегда отношусь скептически. Вот его, опять же, он выходил, его разгоняли, да какая-то ракета, это все, это как раз 21-й год. Вот о чем я аналогии привожу. Вот я вам показывал как раз S&P 500, палантиру, биотехи и все прочее. Вот оно летело вверх, все скупали, думали, что он сейчас до 500-700 будет стоить там. Фундаментал не работает, никакой разницы, несколько компаний зарабатывает, запрыгивает в космос. Деньги ведь потеряли все, не заработал никто на этом. Это только можно прочитать в телеграм-канале, там какие-то дети по 10 лет пишут, что они до сих пор раксуют. То есть это не соответствует действительности. И потом он грохнулся, потому что он практически нисколько-то не стоит. Да, он сейчас плюс вышел, это есть улучшение качества бизнеса, безусловно. То есть не могу сказать, что он сейчас совсем плохой, но он дорогой. И здесь ситуация несколько обратная. Вот смотрите, чтобы сейчас он торгуется по ПЕ 289. То есть если вы сейчас акцию покупаете и компания стабильно продолжает столько зарабатывать, сколько сейчас зарабатывает, потребуется для окупаемости этого бизнеса 289 лет. Всего-навсего, да? То есть мы понимаем, что это несколько выходит за пределы нашей с вами жизни и так далее. Форвардный ПЕ, то есть компания Палантир обозначила, что она планирует наращивать финансовый поток. Но здесь неправильно в горофокусе рассчитано. Сейчас мы с вами правильно рассчитаем, сколько у нее будет форвардный ПЕ. Так, Палантир стоит 26 долларов. Делим на примерно 17 центов, она по чистой прибыли. То есть всего-навсего, 24-й год, когда компания закроет, вырастет финансовых потоков, тогда ПЕ у нее будет 152. То есть, ну, тоже несколько больше протяженности нашей жизни. И можно купить тот же самый Microsoft за 30, за 40. Можно купить NVIDIA, она, по-моему, дешевле сейчас стоит, чем Палантир, учитывая то, что она тысячи сейчас улетела. Ну и так далее. Реальные сектора, я вообще молчу, там 10 ПЕ и так далее. То есть 150 лет это многовато. Это может быть оправдано тем, высоким потенциалом, очень высоким потенциалом на будущие периоды. И здесь он, ну, в некотором роде прослеживается по чистой прибыли. Видите, 17 центов она планирует заработать, 20 центов, 30 центов. Но, если мы говорим о грязных, о единовременных затратах, то есть прибыли с учетом единовременных трат, это 33 цента, 39 центов и 44 цента. Примерно она планирует притормозить, судя по вот этим вот данным, которые сейчас есть. Ее потенциал роста ограничен двумя-тремя годами. Потом она перейдет в рамки обычного роста. То есть эффект низкой базы будет преодолен. Когда компания будет торговаться, скажем, сейчас мы ее покупаем, 24-й год она торгуется, 25-й год торгуется. Там где-то растет, где-то чего-то, финансовые потоки у нее растут, то мы выйдем на ПЕ примерно 100, да, 180 пусть будет там, 80-100, скажем так. И когда компания объявит о том, что, ребята, у нас потенциал роста-то закончился, и мы уже не будем расти на 30-40% в год, потому что эффект низкой базы преодолен, мы будем расти так же, как все остальные компании, процентов на 12, на 15, на 20 в лучшем случае. И в то время люди посмотрят, что ПЕ-80, перспективы у него высокая нет, цена у нее разумная должна быть, ну, ПЕ-30, скажем так, ПЕ-25. И вот распродажа может состояться на 50-70%. То есть, в принципе, если мы динамику будущих периодов примерно выстраиваем для себя, моделируем, то понимаем, что сейчас компания очень дорогая. И она может оправдать свою цену, только если будет расти в ближайшие несколько лет процентов на 50-60%. Вот, так что Palantir не в зоне интереса, это очень дорого, и никакой идеи здесь я не вижу. Только высокий риск. МБЛ-Игрик. Так, МБЛ-Игрик, что-то я такую компанию не припомню. Мобайл-Игрик. Мобайл-Игрик. Что-то маленькое, наверное. Относительно. А, это израильская компания. Понял, почему я ее не очень знаю. Так, запчасти продает, да? 22 миллиарда капитализации Израиль. По запчастям, сразу вот я даже не открываю ее, не смотрю, по запчастям ожидают восстановления потребления по мере снижения ключевой ставки. Потому что все-таки автомобили, компоненты автомобильные, там апгрейды, ремонты, которые можно отложить, их откладывают. Потому что ставка очень высока. И американские производители мне известны, я за ними слежу. Но могу сказать, что то же самое и в Израиле, и в Европе по запчастям. То есть, будет снижена ставка, будет восстановление спроса. Сейчас, да, значения минимальные. И, вероятнее всего, в горизонте полутора-двух лет эти компании восстановятся. То есть, потенциал есть процентов 50. Но сейчас мы посмотрим, что конкретно по данному активу, а не касательно отрасли. Долгов у нее нет. Продажи сейчас идут с отрицательной прибылью. Ну и, собственно, о чем я уже выше упоминал. То есть, 24-25 год, полтора-два года, как я сказал, они не планируют чего-то хорошего. А 26-й год она планирует вновь выйти в плюс. Но плюс больше по скорректированной прибыли, по чистой прибыли. Здесь довольно все скромно. В районе 100 ПЕ будет. Ну, что так вот, конечно, не самый выгодный облик имеет данная компания в отношении с американскими производителями записных частей. Так, 1800. Да нет, она дорогая. Даже если у нее восстановятся эти продажи, все равно ближайшие перспективы, она дорогая остается. Соотношение капитализации к выручке 10 лет. Это очень много. Выше балансовой стоимости торгуется. Я напомню, что это Израиль, у которого сейчас есть большие проблемы. Это не США. Большие показатели стоимости бизнеса. Нет, пожалуй, интереса здесь нет. Объем активов снижается небольшими темпами, но тем не менее. Ввиду убытков компания производит дополнительную эмиссию. Нет, я бы сказал, что это где-то в хвостике компанию можно поставить среди производителей запасных частей. И она не представляет сейчас интереса. Есть американские более сильные компании, которые этот интерес представляют. Эту компанию я бы не рассматривал. Среди индустрии она выглядит серенько. Так, давайте дальше от Виктора Хадежева. Добрый день. Какой из трех рейдов вам видится наиболее перспективным? EPR, VC и EXR. Ну, давайте EXR посмотрим. Я его не припомню. EPR хорошо мне известен. Ну, кстати, по нему почему-то в последнее время вопросов не возникает. Очень-очень популярная компания в прямых диалогах в предыдущем. Сейчас посмотрим, что с ним произошло. Уже давненько я его не смотрел. Наверное, он вырос и, наверное, стало спокойнее с него. Так, по Extra Space. А, я знаю эту компанию. Это складские, да. Рассматривал Extra Space Storage среди других складских рейдов. Ну, то есть, они, видите, все разные. Первое – это марихуана. В VC я не помню, чем занимается. Он, по-моему, диверсифицированный рейд. А этот складскими. В США, вы знаете, популярное направление. Это склады небольшие, они людьми пользуются. Так, сейчас кратенько посмотрим по компании. Тип доходность 3%. Прайс ТОФО-19, ПЕ-30. В принципе, нормальный. Больших потенциалов роста я бы здесь не наблюдал у компании. Он планирует инвестировать. Классически все у него. Так. Кого-то он купил, скорее всего. Кого-то он купил. Давайте кратенько посмотрим, чтобы понимание иметь. Такой резонансный, скажем так, резонансный объем собственного капитала и активов. Нужно понимать, с чем это связано. Это связано. Так, и фуфу у него растет. Ну, вот кого-то он, да, системно приобретает. И 1 миллиард 300 миллионов долларов он потратил. Да, кого-то он купил. Он не расширил собственные основные средства, скажем так. Он именно приобрел кого-то из конкурентов. Ну, это замечательно. Почему бы и нет. Вполне можно кого-то купить. И развивать таким образом бизнес. Так, на 2,8 миллиарда он планирует выйти. Да, то есть вот того, кого он купил, постепенно этот кто-то ему деньги приносит. То есть покупка была оправдана. Тут еще долговая нагрузка с этим выросла. Ну, и вот они значительную дополнительную эмиссию сделали акции, чтобы увеличить этот объем активов. То есть денег не было, потому что, как вы знаете, рейты минимум 90% своей прибыли должны распределять в виде дивидендов. Накопить они ничего не могут. И они вот таким образом доп. эмиссии и увеличением долговой нагрузки совершили это мероприятие. Но интересно, что в такой период высоких ставок они еще долговую нагрузку нарастили. Ну, видимо, этот кто-то, кого они купили, можете в отчете посмотреть или в новости посмотреть. Не знаю, мы с вами сейчас в таком оперативном порядке рассматриваем, какую компанию они купили. Видимо, хотели ее купить. Значит, это принесет определенный уровень интереса. Давайте посмотрим с EPR, что сейчас произошло. Ну, потихоньку подрастает EPR, поэтому и вопросов меньше по ней стало, когда она снижалась. Было, наверное, инвесторам тоскливо насчет этого. Сейчас она выросла на 53%, тут улетала на 60% с копейками процентов. Ну, будет восстанавливаться потихоньку. Так, по ней, ввиду высоких ставок, сократились тоже потенциалы, поэтому ее значительно распродали. Когда ставки перестанут быть такими драконовскими, компания EPR продолжит свое восстановление. Так, сейчас загрузится. А тут конкретных данных объемов нет. Так, ну, EPR значительно ниже. Здесь мы больший объем рисков в эту компанию закладываем. Дивдоходность у нее подснизилась, но остается еще достаточно высокой. Так, давайте и VC посмотрим. Вот этот, пожалуй, наиболее сильный, на мой взгляд, рейд по впечатлениям, потому что с этими компаниями со всеми я знаком. Это наиболее сильный актив всегда был. Вот восприятие, если вы меня спросили без рассмотрения текущей ситуации, я бы сказал, что он самый сильный. Ну, и, пожалуй, я бы его таковым сейчас и обозначил в плане интереса. В плане интереса, да, пожалуй, так. Да, я бы купил именно эту компанию, потому что потенциал роста для рейдов у него неплохой. В районе 5% по прибыли, есть и увеличение выручки, дивидендная доходность у него приемлемая. 5,53% это и не очень высокая, потому что по EPR, да, там возможности роста у него есть большие, но и рисков гораздо больше. Конечно, это маленькая компания в специфической направленности. VC, пожалуй, здесь она такой вот наиболее средний вариант по надежности и доходности. Я бы эту компанию выбрал. Давайте еще парочку вопросов и будем заканчивать. Так, от ADR009. Следующий вопрос. Здрасте, пару слов про компанию Shows. Вот видите, опять маленькие активы, стоит брать средний срок, еще Tesla рано купил, стоит усреднять. Давайте Shows посмотрим, сейчас у меня, по-моему, ее нет в избранных, но ранее за этой компанией наблюдал. Но не все, видите, все компании из альтернативной энергетики, особенно маленькие, они сейчас находятся на минимальных значениях, восстанавливаться будут тоже все вместе. По Shows. Вообще ничего, такой венчур был. Он сейчас крупненький остался, даже с учетом распродажи, 2 миллиарда у него капитализация. Так, что у него сейчас? Он даже деньги зарабатывает, между прочим. Деньги зарабатывает, но неплохой потенциал роста у него. Его поэтому сильно не продали, потому что он прибыльный и потенциал увеличения прибыли у него неплохой. Неплохая компания Венчур. То есть она посильнее, безусловно, чем TPI и FTCI, пожалуй, вместе взятых. У нее уже стабильные финансовые результаты. Но еще меньше рисков в Enfase, в том же самом SolarEdge. Это еще более крупные компании. То есть они все заслуживают внимания. И потенциал роста котировок, он равен рискам, которые заложены в компанию. Вот, собственно, такая ситуация по Shows. Shows – это такая серединка. Компания не очень сильная, но достаточно крупная. И уже рисков в ней меньше, потому что она в прибыли. Ей не приходится деньги занимать, не приходится делать доп. эмиссию. Она деньги уже зарабатывает. Но и стоит, конечно, Forward Pay E21. То есть не дешево. Вообще компания приличная. Так, Tesla рано купил, стоит усреднять. Нет, я бы Tesla не усреднял бы и не покупал. Я по ней переоценку сделал. Публиковал эту переоценку в Telegram канале. Вот, то есть я считаю, что Tesla имеет потенциал снижения. И среднегодовая, скажем, медианная цена, которая будет по результатам 24-го года, середины 25-го года. Это примерно 166 долларов. То есть я в Tesla вижу больше возможностей к снижению, нежели к росту. Вот примерно такая оценка по Tesla. Не исключаю. Tesla – это очень такой актив хайповый. Где-то там Маск выступит, что-то скажет, она куда-то отскочит. Там все прочее. Но если говорить об инвестициях, об оценке бизнеса по стоимости, то это примерно 166 долларов. Тут растущая конкуренция и высокие ставки, которые не позволяют приобретать автомобили. Такой отложенный спрос будет, когда ставку понизят. Отскочит цена вверх, потому что продажи вырастут. Но там и конкуренция соответствующей стороны китайских автопроизводителей. Так, давайте дальше. Вот авиатехнологов вопросов. FMC растет как на дрожжах почти 20%. Шеф, что делать? Держать? FMC держать? Я думаю, что худшие периоды, если не то чтобы позади, не могу сказать прямо таки, что они точно уже прошли, но они недалеки от своего апогея. То есть, если даже она где-то снизится, то время пришествия хороших времен для FMC, оно все ближе и ближе. То есть, просто продолжать держать. Я считаю, что это самый будет разумный вариант. Так, давайте, следующий вопрос от юзера. Денис, участвуете ли как-то в росте криптовалюты, биткоина? И вообще, есть ли у вас какой-то процент портфеля в крипте? Что думаете по поводу обновления исторического максимума по биткоину? Аналитики пророчат биткоин чуть ли не до миллиона долларов. Вы знаете, немножко про песочую аналитиков криптовалют. Собственно, в чем заключается их аналитика? Я ни разу не видел ни одного адекватного аналитика по криптовалюте. Потому что нет там никакой аналитики. То есть, что такое биткоин? Это ничто. Это цифра на экране. Я тут не хочу, конечно, цеплять криптоучастников, иксовиков, детей различных, эспульсиантам и все прочее. Они очень сильно возбуждаются на этот счет. Но никто так и из аналитиков, из держателей криптовалюты в формате его ценности никто не знает, что он вообще из себя представляет и почему он имеет вообще какую-либо ценность. То есть, цена биткоина 0 рублей 0 копеек. Она обусловлена лишь спросом, который рождается на рынке. Спрос можно родить на рынке, спрос можно подавить на рынке. Как вот эти криптовалюты туда-сюда летают, это наше будущее, какие-то криптопротоколы. Никто биткоин не использует в расчетах, никто биткоином не пользуется в магазинах и так далее. То есть, даже с учетом того, что времени уже огромное количество прошло, дорожные карты, которые биткоин формировал, эфир формировал и многие другие валюту формировали, какими будут все рассчитываться, жить там во вселенной, с инопланетянами рассчитываться также покупать какие-то биомассы в их магазинах. Все это чепуха и ничего не сбылось абсолютно. Никто этим делом не пользуется, кроме как для необходимости транзакции. Люди наркотики покупают, люди какие-то избегают комиссии, незаконные валютные операции производят. То есть, вот в этом отношении он реализовался, но это не определяет стоимость биткоина как миллион долларов, например. Он как не стоил ничего, так и не стоит ничего. Для вот таких расчетов можно пользоваться USD токенами, тизерами, привязанными стейблкоинами к конкретным валютам, евро токенами, долларовыми. Они стабильные, они удобны в расчетах, они мгновенно все производят, эти операции, эти расчеты. То есть, стоимость у него ноль. Вот мне интересно, что аналитики, какие данные приводят. Скорее всего, они приводят график, там голова, плечи, черепаший суп перевернутый там сверх дном, значит, миллион долларов. Ну, прочую вот эту чепуху они. Там ничего ведь сказать нечего, потому что почему он может столько стоить, это ничто. То есть, биткоин это ничто. Еще раз повторюсь, что никого не хочу задеть. Я знаю, что есть там убежденные люди, которые считают, что это там бог, там биткоин и все прочее. Нет, не касаясь религии криптовалютной, но все понимаем, что биткоинов можно нарисовать огромное количество и различных других коинов в том числе. Обезжирят людей в очередной раз, потому что были уже росты биткоина, потом крах биткоина, потом снова рост биткоина. И вот на вот этих вот моментах очень хорошо зарабатываются миллиарды долларов. Конечно, люди лишают своих денег. Никто не раздает эти деньги просто так. То есть, откуда деньги в биткоин притекают в рынки? Их кто-то туда несет, эти деньги. Вы несете, я несу, Вася несет, Джон несет и так далее. То есть, капитализация биткоина исходя из этого растет. Но мы с вами капитализацию сильно не двигаем. Двигают капитализацию большие игроки, большие деньги. И поверьте мне, что люди с большими деньгами, они не несут деньги в биткоин, чтобы нам их раздать. Все как раз происходит наоборот. И целью, и результатом, который всегда единственный результат, который приходит. Эти люди занесли 100 миллиардов долларов в рынок. Потом они получили 150 миллиардов долларов. Да, кто-то, Вася, может из своей тысячи долларов сделать 2000 долларов. Такое тоже может быть. Но в основном все остальные люди своих денег лишатся или лишатся наполовину и так далее. То есть, тут закон о сохранении энергии. Деньги не бесконечны. Это важно понимать. Так что, касательно аналитики в криптовалютах. Вот примерно такое мое мнение. И так же, как Маск разгонял Теслу, крипторопоты, мегасуперзаводы и так далее. Все это, естественно, закончилось, когда Маск получил свои денежные средства. Он должен был разгонять. И у них там контракт был с предприятием, что цена Теслы будет на определенном объемах держаться. Вот эти разгоны были. Как только эти разгоны закончились, Тесла сразу перестала мегасуперзаводы производить. Там роботы перестали в космос летать и так далее. То же самое с биткоином. То есть, сейчас аналитики, которым заплатили 100-200 долларов за аналитику, они будут кричать о том, что надо миллион долларов он будет стоить, разгонять этот рынок. Потом еще 100-200 долларов им заплатят. Аналитики будут говорить о том, что все, тут это дно, этот биткоин, это ничего он себя не представляет и так далее. По необходимости, когда уже манипулятор зафиксируется, когда манипулятору нужно будет новые покупки делать, вот эти вот пройдут моменты, что криптовалюте настал конец, люди начнут паниковать и продавать за бесценок свою криптовалюту. Ну, собственно, вот эти манипуляции нам всем известны. Так, и идя, значит, выше по вашему вопросу, начинаем с аналитиков. Что думаю по поводу обновления исторического максимума? Ничего не думаю. То есть, мне это неинтересно абсолютно, эта игра. То есть, проще в казино зайти в онлайн, где деньги выводят. Там красное, черное поставить, быстрее будет какой-то результат. А в криптовалюте очень сильно работает маркетинг и эффект фома. Вот когда он летит вверх, людям хочется покупать, когда он начнет снижаться, может показаться, что вы зафиксируете прибыль, там, вошли по 50, выйдете по 100. Нет, вы не выйдете по 100. Вам будет казаться, что он 150, 200 миллионный, там, 10 миллионов долларов будет стоить, там, какие-то яхты, пароходы, острова уже будете в голове покупать. Не выйдет человек. Вот когда, скажем, с 50 до 100 он вырастет, не продадите, потом будет 110, 120, к примеру, а потом начнет снижаться со 120 до 110, там, до 70. И покажется, что это всего-навсего волна снижения. Аналитики будут говорить о том, что это цикл волны ABC, надо будет, значит, он сейчас снова стрельнет, но уже стрельнет до 10 миллионов долларов. Потом вы увидите цену 50, по которой заходили. Ну, теперь думаете, какой смысл выходить, если вы столько заходили, потом увидите 30, запаникуете и продадите биткоин. То есть там чистая психология, как люди лишаются денег. Так, какой-то портфель есть в скрипте. Да, у меня есть в криптовалюте определенная часть портфеля, но и вот к первой части вопроса вашего возвращаюсь. Участвую ли я как-то в росте криптовалюты, биткоина? Опосредованно участвую. У меня есть в портфеле USD токены, USDT, USDC. У жены точно так же я и сформировал портфель. И каким образом я участвую в стейкинге? Сейчас стейкинг USDT и USDC – это те активы, которые даются в кредит трейдерам для плечей, для маржи и так далее, дают 35-40-50% годовых ввиду этого хайпа, ввиду высоких перспектив, потенциалов, которые рисуются аналитиками. Люди покупают, заходят с плечами, кто-то шортит. Это тоже маржинальное кредитование. И вот ввиду этого спрос очень высокий на стейблкоины, за которые эти дела переобретаются, и в районе 40% годовых можно получать. То есть таким образом. А куда-то в биткоин залетать нет, конечно. Но это субъективное понятие. Кто-то на этом может заработать, кто-то вовремя выйдет, кому-то повезет. Но в целом надо понимать, что закон сохранения энергии, он есть и будет. И основная масса людей, они своих денежных средств на какую-то половину лишатся. Так, ну давайте еще один вопрос. С вами уже час двадцать четыре. Или давайте два вопроса. Вот я еще про российский рынок смотрю здесь. Так, от Макса. Добрый день, Денис. Ритейлеры Nordstorm и Victoria's Secret упали из-за плохих прогнозов руководства на будущие периоды. Как вы считаете, можно подбирать под снижение ставки? Или вместе с прогнозами понизлить их справедливая стоимость? Справедливая стоимость, да, она снижается, безусловно, если компания дает негативный прогноз на год вперед. Как правило, сейчас как раз-таки на двадцать четвертый год даются прогнозы. Давайте вот Victoria's Secret посмотрим. То есть, я так понимаю, не в одной упоряжи эти две компании. Снижается и справедливая стоимость, да, потому что компания заработает меньше. И вот горизонт среднесрочный как раз этот год в себя включает. Поэтому мы с вами можем понимать и полагать, что за снижением продаж последует рост продаж. Да, вроде бы все неплохо у Victoria's Secret, когда она отчитывалась. Или еще просто не загрузилась в скринер. Да, тут не прогрузилась. Нужно смотреть Victoria's Secret 6 марта. Вполне вероятно, что еще скринер, гору фокус не прогрузил эти данные. Снижение действительно имеет место быть. И, видимо, на двадцать четвертый год они дали низкие планы. Если бы они были в рамках вот тех планов, которые сейчас написаны в гору фокусе, был бы приличный рост. Так что сейчас, пожалуй, надо бы отчет посмотреть. Напишите в комментариях, если интересен разбор Victoria's Secret или как минимум в телеграм-канале. Я ее переоценю и просто-напросто дам под хэштегом информацию, мысли насчет справедливой стоимости оценки компании на будущий период в рамках среднесрока. Исходя из того отчета, который есть. То есть отчет нужно открыть, посмотреть и уже принять решение. Компания выглядит, она дешево и в области покупок. То есть это визуально. Но тут данные неправильно указаны. Нужно посмотреть, что они подразумевают под ними. Я думаю, что все у них будет хорошо. Просто они срок сдвинули. Реализация этих планов. Но это служит зачастую возможностью для инвестора, для входа в компанию. Так что Victoria's Secret. Давайте я тоже сейчас ее себе зафиксирую. ВСЦО. И посмотрю, переоценю, выставлю в телеграм-канал. Выглядит дешево. Она обычно дороже стоит. Хотя тоже здесь так. Надо смотреть, конечно, какие перспективы она обрисовала на 2024 год. Так, и по российскому рынку давайте поговорим. Часто возникают по нему вопросы и желание обсудить у инвесторов. Добрый день. На каких уровнях вы покупали бы Новотек? Пока бы просто-напросто его не покупал. Вы знаете, как раз и по Новотеку, и по ряду нефтегаза раньше были вопросы. Вот вспоминаем. И я свою мысль отражал. В каком ключе? Когда Новотек еще пер вверх. Там хотелось покупать и все прочее. Санкционное воздействие. Вот те компании по типу Газпрома, которые очень сильно подверглись распродажам, потому что воздействие санкционное на них было значительное, они упали вниз. Почему я купил именно Газпром? Потому что в нем эти риски уже заложились. И он уже неинтересен стал для продолжения дальнейшего воздействия на него санкционного. Смысл его там дальше прижимать, какие-то ресурсы тоже собственные на это тратить. Если Газпром уже практически денег не приносит государству. В то же время Новотек рос. И это ведь лакомый кусок для санкций. Они видят, что компания работает, деньги приносит. И вероятность наложения на санкции была высока. Вот в чем моя мысль заключалась. И она по-прежнему в этом заключается. То есть Новотек остается прибыльной организацией. Такой вот перспективной. А также и с другими компаниями, которые в российском рынке не испытали существенных сложностей. Скорее всего на них будут пытаться производить какое-то воздействие. Не факт, что у них это получится или все прочее. Но риски в этом отношении повышены. Поэтому сейчас Новотек в фокусе внимания. Недружественных государств. И эти воздействия могут на него производиться. А поскольку многие контракты экспортные. То есть какие-то воздействия могут иметь место быть. И в этом ключе я бы просто сейчас не стал касаться данного вопроса. Потому что я понятия не имею, какие планы у зарубежных. Сейчас уже не партнеров. А в отношении Новотека. И я не думаю, что нужно вот эти падающие ножи ловить. И заходить в компании, которые стоят дорого. Которые не пострадали от санкций. Они вчера не пострадали. Завтра могут пострадать. Покупать лучше то, что упало. И то, что имеет потенциал восстановления. Покупать то, что еще упасть только может. Я бы не стал. Вот такая вот мысль. Так, Совкомбанк и ЮГК. Как долгосрочная инвестиция? По-вашему есть потенциал? Совкомбанк, безусловно. Совкомбанк в портфеле есть. Я еще наращивал ловую позицию. И она сейчас максимальная в среде компаний. Продолжает расти компания. Да, потенциал остается среднесрочным. Купили ведь они хом-кредит. В принципе, потенциал развития и темпы развития банка. Они выше среднего. Ну и банк, он средней капитализации, не очень большой. Есть дальнейшая возможность его роста. Мне этот актив нравится. Ну, больше он нравился в момент приобретения, когда все были покупки. Сейчас уже так осторожно с Совкомбанком. Ну, еще расти он может. А касательно ЮГК. ЮГК, помните, ведь я его разбирал при выходе на IPO. Оценку ему давал. И кто смотрел эти оценки, может увидеть, что справедливой стоимости ему там 60, 65, 68, может быть, давал. А интересный выход в биржу и вообще интересная цена для ЮГК сначала 70 копейками. Собственно, примерно так и есть. Его сначала укатали, он стал дешевым. И потом откупили до уровня справедливых стоимости. Сейчас большого потенциала в ЮГК я не вижу. То есть, покупать бы я его не стал. Мне в целом компания не очень интересна. Если тот же самый Совкомбанк, который также показал уже какой-то значительный рост, он имеет, на мой взгляд, большие возможности для ежегодного прироста финансовых потоков, роста бизнеса ЮГК. Едва ли эти возможности имеет в таком большом объеме. Но это такое мое субъективное мнение. Все-таки мне больше нравятся компании, которые показывают четкую прибыль. У ЮГК там периодические убытки. Но они объяснимы. Тем не менее, ЮГК в долгу я бы не имел. То есть, среди этих компаний интересна всего Совкомбанк. Новотек тоже будет интересен. Но пока только под вниманием. Надеюсь, что там большого объема санкций дополнительных на него не будет. Я думаю, что недружественные страны будут пытаться как-то выбить из колеи данное направление. На этом все. Надеюсь, что информация была полезна. С удовольствием. Каждый прямой диалог с вами общаюсь. Каждая неделя пролетает очень быстро. Думаю, что наше с вами общение плодотворно. Мне всегда большой интерес и большое удовольствие это доставляет. На этом все. Подписывайтесь на телеграм-канал. Кому интересно оценки стоимости компании. Их анализ будет расти или будет снижаться. Сколько компания должна приблизительно стоить. Это дело понимать. Ссылка есть в описании на материалы, обучающий курс. Так что всегда, всегда рад. На этом все. Всем удачи в инвестициях. Самое главное здоровья вам и вашим близким. Всего доброго. До свидания.